Два педагога, две судьбы, но цель одна – передавать свои знания подрастающему поколению. В честь профессионального праздника, Дня Учителя, наша съемочная группа познакомилась с преподавателями 16-й гимназии. Одна уже много лет преподает биологию, другая делает первые профессиональные шаги – учит детей иностранным языкам. На их уроках побывала Луиза Егязарян. Кто относится к поясу верхних конечностей? Лопатка. Какой без ворота? Где лопатка? Лопатка. Сегодня Ирина Чижова изучает с восьмым классом строение скелета. Качественнее и быстрее передавать информацию помогают современные технологии. На интерактивном столе можно рассмотреть каждую деталь человеческого организма. Череп. Череп. Позвоночник. Позвоночник. Грудная клетка. Грудная клетка. Ещё, наверное, грудную клетку нужно разобрать, да? Ирина Андреевна родилась в семье медиков. Она продолжила традицию и получила специальность ветеринарного врача и биохимика. Но решила, что будет работать в школе. Готовить будущих абитуриентов медицинских вузов. Оказалась я в профессии педагога совершенно случайно. Пришла вести кружок в школу. На тот момент в гимназии не оказалась учителя биологии. Поэтому я на следующий день, сразу в 11 класс, многие из моих выпускников уже получили профессию, уже занимаются любимым делом. Ирина Артамонова знала, что непременно станет учителем ещё в детстве. Любила играть в школу с младшей сестрой. Уже тогда выбрала даже специальность. Мечтала учить детей иностранным языкам. Мне нравится дарить детям знания. И всегда приятно осознавать, что ты можешь чему-то научить. Ты можешь дать другому поколению что-то новое. Тот багаж знаний, который накоплен за многие годы. Дети, насколько я чувствую и насколько вижу, полюбили иностранные языки. С интересом приходят на уроки. В этом году Ирина Артамонова представит гимназию на конкурсе «Учитель года». Сейчас она активно готовится к участию в проекте. Молодому педагогу есть с кого брать пример. Её старшая коллега – учитель биологии Ирина Чижова, лауреат конкурса в 2009 году. За плечами опытного специалиста победы в муниципальных и региональных проектах. Впереди у учителей много планов. Ведь работа с детьми – это постоянное движение вперёд. В нашей профессии – это главное ещё самореализоваться в этой профессии. То есть развиваться, развиваться. И будем стремиться к высокому уровню. Своим коллегам я бы хотела пожелать 25 часов в сутки или 26, если есть такая возможность, терпения и самое главное – здоровья в нынешней ситуации. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.